Актового зала теперь нет, как переименовали главный зал КФУ. Юные физики приняли участие во Всероссийской Олимпиаде. Спартакиада здоровья среди преподавателей продолжается. На этот раз соревнования по плаванию. В Казанском федеральном университете исчез актовый зал главного здания. Исчез мгновенно. Спросите, как это? Все подробности прямо сейчас. Точная дата открытия зала неизвестна. По некоторым сведениям, это произошло летом 1825 года, в ожидании посещения Казани императором Александром I. Ранее обсуждались разные варианты названий. Александровский зал, императорский, а это мог быть и исторический зал. В конце 2016 года актовый зал Казанского федерального университета переименовали в императорский. Такое решение было принято на последнем в 2016 году заседании ученого совета вуза под представительством ректора университета Ильшата Гафурова. Этот зал в первую очередь исторический. И он представляет огромный интерес с точки зрения истории и сохраненного наследия, живого наследия. Этот актовый зал, он имел особое значение в жизни университета. Здесь проходили торжественные публичные акты. Здесь проходили вступительные экзамены. Тот же Лев Николаевич Толстой сдавал именно в актовом зале вступительный экзамен. Здесь происходили защиты диссертаций. Одним розчерком пера 1804 года Александр I подписал утвердительную грамоту Казанского императорского университета и его устав. Историческое прошлое Казанского федерального значимо как для сотрудников, так и для студентов. Я думаю, что это связано с тем, что это что-то вроде возвращения к истокам, потому что раньше он именно так и назывался, поскольку Александр I основал наш университет в 1804 году. Очень много значимых событий всегда и мероприятий проводилось в нашем зале и по сей день проводятся. И он был так переименован в императорский, потому что основателем нашего Казанского университета был Александр I. До сих пор висит его портрет в нашем зале и портреты других выдающихся личностей, которые внесли большой вклад в нашей стране. Приименовали этот зал, я считаю, это повышает значение этого зала. Там все сделано, я считаю, в императорском стиле, и я считаю, это придает шарм этому залу. За 200-летнюю историю актовый зал Казанского федерального университета принимал множество почетных гостей, величайших личностей в истории России и всего мира. Александр III тоже посетил Казанский университет. И надо сказать, что его братья, старший брат Николай и Алексей, они тоже посещали Казанский университет в 60-е годы. Конечно, Казанский университет, который являлся культурным просветительским центром для достаточно большой территории, он всегда был центром и магнитом для притяжения. Здесь были и лауреаты Нобелевской премии, здесь были выдающиеся государственные деятели, политики, ученые. Они все были в этом зале и читали здесь лекции, выступали в этом зале. Отметим, что актовый, а ныне императорский зал, где воспроизведены интерьеры второй половины 19 века, входит в структуру музея истории КФУ, в которую, в свою очередь, входит мемориальная аудитория номер 7, Ленинская, где сохранилась парта студента Ульянова. Также на сковородке КФУ всем известный памятник Ленину гимназисту, а во втором учебном корпусе в мраморном зале висит его портрет. Все это означает лишь одно – мы все отдаем дань богатой и великой истории КФУ. К слову, этот год в Казанском федеральном университете посвящен одному из лучших математиков мира, выдающемуся ученому КФУ Николаю Ивановичу Лобачевскому. На заседании ректората университета обсуждался грандиозный план интересных мероприятий, которые, без сомнения, должны привлечь внимание к значимой персоне КФУ. Следуя всем историческим традициям, этот год начинает не только с новым именованием года, но и новым названием актового зала. Теперь это не просто актовый зал Казанского федерального университета, а императорский. Елизавета Евтефеева, Ленардо Влитяров, Универ Ньюс. А теперь самые свежие новости из всемирной паутины. Предлагаю посмотреть нашу традиционную рубрику веб-ньюс. Путин стал лауреатом премии мира имени Уга Чавеса. Об этом объявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Находящийся с рабочей поездкой в Давосе, президент Татарстан Рустам Миниханов принял участие в игре в хоккей. Фотографию с поля лидер республики выложил на своих страницах в социальных сетях. Инстаграм, Твиттер и Вконтакте. На литургии в честь крещения митрополит Феофан призвал беречь мир и согласие в республике Татарстан. Митрополит Казанский-Татарстанский провел ночную службу в Троицком соборе, Раисково-Морского монастыря и возглавил крестный ход. В Телеграм появится функция голосовой связи. Большинство популярных мессенджеров, таких как Viber, WhatsApp и Facebook Messenger уже имеют функцию голосовой связи. Лучшая математика мира приедет в КФУ. По поручению ректора Казацкого федерального университета Ильшата Гафурова была создана рабочая группа по разработке плана мероприятия проведения года Лобачевского. Ректор КФУ Ильшат Гафуров предложил вовлекать мероприятия, проводимые университетом в рамках года Лобачевского, как можно больше людей. Через средства массовой информации, социальные сети и блоги. 19 января в Казанском федеральном университете прошел республиканский этап Всероссийской олимпиады по физике среди учащихся 9-11 классов. Как это было, ты узнаешь в нашем следующем сюжете. Республиканский тур Всероссийской предмета олимпиады школьников по физике сегодня, 19 января, продолжился экспериментальным туром, где школьникам пришлось найти решение практических задач. Сейчас у нас в здании Института физики проходит экспериментальный тур Республиканской олимпиады по физике. Сейчас ребята здесь делают лабораторные работы, делают эксперимент, измерения и, соответственно, пишут работу, решают экспериментальную задачу. Участников республиканского тура олимпиады разделили на две большие группы. Ученики 7-8 классов собрались в 131 лицее. А вот уже учащихся 9-11 классов встречали в Институте физики Казанского федерального университета. Всего блеснуть своими знаниями собрались 170 человек. Каждый участник делает по две экспериментальные задачи в разных аудиториях. Ну и, соответственно, потом по итогам теоретического тура, который был два дня назад, и экспериментального тура мы подведем итоги и выявим победителя в каждой параллели в рамках Республиканской олимпиады, то есть лучшего в Республике по физике. Победители Республиканского тура предметной олимпиады школьников по физике пройдут во всероссийский этап, который, в свою очередь, пройдет в Казани. Диана Шилова, Роман Самарин, Универ-Ньюс. Имя Николая Лобачевского неразрывно связано не только с Казанским университетом. Заслуги ученого в области астрономии также увековечены благодарными потомками. Прямо сейчас мы совершим увеликательное путешествие за пределы планеты и Земля в то место, которое носит имя великого математика. Имя Николая Лобачевского носит Нижегородский государственный университет. Казанский федеральный намного больше заслуживал этой чести, но не получил имя Лобачевского, потому что в 1925 году ему уже было присвоено имя Ульянова Ленина. Зато именем великого русского математика названы научная библиотека и лицей Казанского университета. И целый кратер на обратной стороне Луны. Кратер Лобачевский имеет довольно необычное образование на лунной поверхности. А кратер Лобачевского, еще раз повторяю, это молодое образование. В том плане, что образовался он не тогда, когда еще Луна была, скажем так, в своем первозданном состоянии, а где-то в центре уже вот ее эволюции. Кратер Лобачевский довольно крупный, его диаметр 87 километров. Если же говорить более предметно, то кратер Лобачевский – это не одинокое образование, а комплекс близколежащих Большого и более мелких кратеров. Хотя принято говорить только о самом крупном компоненте данной кратерной системы. На одном из снимков НАСА на внешнем краю этого кратера были обнаружены структуры, похожие на очертания башен или столбов. Там, как можно увидеть на фотографии, имеются определенные образования. Это не только в этом кратере, кстати. Они как бы представляют собой столбы или башни, и по большому счету объяснение, что же это такое наукой, пока никакого не дано. Существует несколько гипотез возникновения объектов, одна из которых свидетельствует об искусственном происхождении этих столбов, построенных инопланетными цивилизациями. Однако до сих пор кратер Лобачевский хранит тайну образования лунных башен, и, видимо, разгадать ее смогут только будущие космические миссии, которые отправятся к естественному спутнику Земли. В Казанском федеральном университете стартовало уже ставшее традиционной спартакиада здоровье. Среди сотрудников вуза четвертой дисциплиной стало плавание. Подробности соревнований смотрите далее. В Казанском федеральном университете стартовало уже ставшее традиционное спартакиада здоровье среди сотрудников вуза. В спартакиаде принимают участие представители 18 институтов. Уже четвертой дисциплиной в спартакиаде стало плавание. 18 января соревнования прошли в бассейне спортивного комплекса «Бустан». Перед участниками стояла задача преодолеть дистанцию в 50 метров вольным силем. Я вот только что проплыла. В принципе, очень понравилось. Самые непрофессионалы. Здесь плаваю, в Устане плаваю. В планете фитнес. То есть так любительски непрофессионально. Хотя некоторые сотрудники вуза уже натренированы и часто занимаются плаванием, есть и те, кто впервые участвует в спартакиаде. Результатом доволен. Впочтение отличное. Первый раз участвовал. Очень понравилось. Надеюсь еще принять участие. В личном первенстве лучшими стали Борис Платов, института геологии и нефтегазовых технологий и Светлана Башинова, института психологии и образования. Анастасия Иванова, Денис Банкратов, Универ Ньюс. Выпуск подошел к концу. Не скучайте. Увидимся уже совсем скоро. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова